Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святое Господи. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сегодняшней нашей темой будет православное понимание материнства. Понятие материнства очень широкое, оно включает в себя и моральные, и нравственные аспекты. И вообще, когда говорят о материнстве люди, верующие, они всегда апеллируют словами Священного Писания, которые говорят нам о том, что жена спасается чадо-родием. Когда совершаем таинство брака в церкви, мы в одном из прошений священнослужителей говорим о том, что «О ежеподатесе им благочадие восприятие». То есть церковь молится о том, чтобы у супругов обязательно были дети, потому что настоящая православная семья – это семья, в которой есть, которые Господь дает детей, и вообще об этом нужно молиться, чтобы в семье были дети как можно больше, и чтобы это были здоровые дети. Говорить о понятии материнства можно абсолютно с разных точек и с разных позиций. Мы сегодня затронем такую тему, которая связана с материнством. Эта тема называется «Женщина, мать и беременность». Вот Господь дает женщине возможность, вернее, женщина узнает о том, что она теперь не одна, а в очреве у нее формируется плод, формируется будущий человек, гражданин, то есть она становится беременной. И вот здесь вот очень важно, сразу забегая вперед, говорить о том, что когда женщина готовится стать матерью, когда она уже фактически мать, потому что беременная женщина, она не только составляет, являет собой свой собственный организм, она еще является носительницей другой личности, другого организма, жизнь которому дал Господь. Вот разберем на примере двух женщин. Две беременные мамы. Какое святое слово «мама», сколько в нем радости. одна из мам будущих, она, когда узнала о том, что она станет мамой, она сразу благодарит Бога за эту милость и начинает очень внимательно относиться к себе. Она обращает внимание на то, что она слушает, она обращает внимание на то, что она говорит. Она обращает внимание на то, что она смотрит. Она обращает внимание на то, что она читает. Эта мама начинает как можно чаще ходить в православный храм, причащаться святых христовых тайн, участвовать в таинстве соборования. Она осеняет крестом место ношения плода, она прикладывает священное писание на место ношения плода, она читает святых отцов, жития святых. Вот что делает эта мать? Она прекрасно осознает, что когда причащается она, вместе с ней благодать получает плод. Когда молится она, вместе с ней, вот это вот покоят молитвы, а духотворенность получает плод. Когда мама ограждает себя от скверны, от разной информации, когда мама внимательно следит за тем, что она слышит, говорит, видит, следит за тем, кто ее окружает, вот тот покой, который эта мама обретает через это умиротворение, этот покой передается плоду. Любой врач, гинеколог, неанатолог согласится с той позицией, что мать и плод – это одно. Мать и ребенок – это одно. Нервничает мать, не молится мать, не причащается мать, во время беременности сквернословит мать, выпивает мать, совершает табакокурение, и весь вред от этого получает не только мать, а получает плод. Вторая женщина, вот как себя ведет, забеременела. Вот хоть, вы знаете, говори, не говори, такое ощущение, что в данном случае разговариваешь сам с собой прежде всего. Абсолютно все равно, что человек слушает, что он говорит, что он видит. Человек не ходит в храм, не причащается, не исповедуется, не молится. Но, дай Бог, когда уже девятый месяц беременности, может утром прийти причаститься, раз за девять месяцев, конечно, это хорошо. Может прийти вечером в сопровождение своей мамы, чтобы попросить благословения. Опять же, давайте вот задумаемся. Благословение не на рождение здорового, духовно и физически ребенка, а на то, чтобы просто хорошо прошли роды, на то, чтобы хорошо сработал акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, медсестры. То есть, как выражаются эти мамы и близкие этих мам, благословить, чтобы все было, говорит, хорошо. То есть, формулировки о том, чтобы роды прошли и родился здоровый, духовный, телесный ребенок, и этой формулировки нет. Возникает вопрос, откуда ей взяться, потому что, ну, чем занималась, как жила мама эти девять месяцев и что на себя принимал плод. в одной из больниц поступает ребенок, он заболел, и на фоне простой болезни, простой простуды у этого ребенка отказывают почки. Ребенок совсем еще маленький, и вот когда было совершено таинство крещения этого ребенка, священник разговаривался с родителями, сказал им о том, что родителям нужно обязательно обвенчаться, обязательно прийти в храм, чтобы Господь благословил их семейную жизнь. И священник в машине, когда едет вместе с родителями из больницы, он видит, как мать начинает рыдать, как с глаз у матери начинают катиться слезы, и мать говорит мужу, какое венчание, мы ведь даже и не расписаны с тобой. Через два дня эти супруги пошли в ЗАГС, вернее, эти люди, они стали законными супругами, еще через три дня над ними было совершено таинство брака, и вот когда священник еще раз пришел в больницу причащать этого ребенка, мама ответила, батюшка говорит, вы знаете, вот очень сильно изменил нашу жизнь и этот малыш. Когда мы говорим о беременности, о благочестии в беременности, о молитве в родах, когда мы говорим о причастии, об исповеди, о соборовании, о благочестивой жизни беременных, мы прежде всего не то, что предостерегаем, не то, что желаем сеять в кого-то страх, а говорим следующее, плодом неблагочестивого поведения, плодом сквернословия, пьянства, курения, плодом бездуховности в период ношения плода может быть больной ребенок. Да, в большинстве случаев этот ребенок он приводит своих родителей к Богу. Кто-то полностью обращается к вере, бывают дети, допустим, у нас в городе есть девочка, которая, ей два годика, она живет дома, и вот когда священник зашел, увидел, как она живет, он человек, который ходит в больнице регулярно, он просто был подавлен этой картиной, ребенок родился, а никогда не сможет сам дышать. Эта девочка провела год в отделении реанимации, и сейчас дома у нее создана палата интенсивной терапии, она лежит, над ней висят игрушки, висит телевизор, где она смотрит мультфильмы, она все понимает, она может своими ручками играть, но самое страшное, что дышит за этого ребенка аппарат дома. Таких детей очень и очень много. Когда мама, мы еще раз говорим об этом, когда мать узнает о том, когда женщина узнает о том, что она будет матерью, когда женщина узнает о том, что ей Господь подал великую милость родить предельная концентрация внимания, предельная концентрация в направлении духовной жизни. Не себя только причащаешь, плод получает благодать вместе с тобой. Не ты только ругаешься, вместе с тобой переживает тот, кого ты носишь. Кому молиться, спросит мамы, как молиться? Икона Божьей Матери помощница в родах. Родители Пресвятой Богородицы святые праведные Богу Отцы Иоаким Иоанна. Икона Божьей Матери Феодоровская. Икона с изображением святых Петра и Февронии Муромских, покровителям, покровителей семьи. Эти святые угодники, эти образа Пресвятой Богородицы помогают мамам быть внимательными, благочестивыми и возрадоваться о рождении здорового ребенка. Молиться должны и отцы. Молиться, конечно, должны мужья, потому что совместная семейная молитва за чадо, она укрепляет семью, она создает определенный фактор благочестия в семье, и она приводит к рождению здорового не только телесно, но и здорового духовно ребенка. И говоря о слове мать, о слове матери, конечно, следует, наверное, высказать позицию православной церкви, мнение православной церкви о таком понятии, как суррогатное материнство. Что такое суррогатное материнство? Ну, конечно, это хочется привести при этом диалог одного из священнослужителей, который занимается в Русской Православной Церкви вопросами семьи, с телеведущей, которая задает ему вопрос, почему Православная Церковь негативно, отрицательно относится к понятию суррогатная мать, священник был в ответе очень прост. Он у этой ведущей, у молоденькой женщины спросил, вы сможете стать суррогатной мамой? Она отвечает, конечно, нет. В этом была, наверное, выражена вся позиция, кто такая суррогатная мать. Можно даже сказать, что это. В Москве в одном из роддомов рожает так называемая суррогатная мама. Рожает недоношенного ребенка, ребенок попадает в отделение реанимации новорожденных и приходят те люди, которые платили деньги этой женщине за вынашивание ребенка и говорят, он нам не нужен, он больной, он никогда не будет нормальным. В коридоре тишина и эта женщина, которая за деньги вынашивала этого ребенка отвечает, он не нужен мне, он больной. Та женщина, которая это сделала, она в любом случае никогда не будет иметь внутри покоя, потому что мама и ребенок, мы повторяем то, что было сказано выше, это единый целый организм, поэтому позиция православной церкви по этому явлению, по этому термину, она сугубо отрицательная, нельзя зарабатывать на вынашивание ребенка для других людей. Почему? Потому что у этой проблемы есть не столько моральный общественный аспект, что это нехорошее явление, сердце этой женщины, ее ум, ее душа никогда не будет спокойна от того, что она потеряла то, с чем была связана целых девять месяцев жизни. Уважаемые мамы, уважаемые мамы те, кто сейчас готовится стать мамами, уважаемые сестры, дорогие женщины, те, кто желает стать матерью, нужно делать это только с Богом. Нужно, как мы уже сказали, помнить о том, что не одна ты со своими эмоциями, не одна ты переживаешь, не одна ты причащаешься, не одна ты молишься, а вместе с тобой это делает тот, кто будет радовать тебя своей жизнью и кто будет радовать тебя словом мама. Мы сердечно всех наших мам призываем прислушаться, провести через сердце то, что сегодня было сказано, и может быть тех, кто не знал, что нужно ходить, причащаться как можно чаще, принимая тело и кровь Христовы, что нужно молиться, что нужно воздерживаться, от ненужной информации, от ненужных слов, от видения ненужных вещей. Пусть эти мамы впитают это в себя, и это будет залогом их будущего хорошего, благочестивого, безболезненного рождения их чад. Благодаря Своей Души моя Господа, и вся внутренняя мое имя Святого святого Редактор М